МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Без этого атрибута Олимпийских игр, Олимпийские игры права никуда. Замечательная история связана с эстафетой факела, Олимпийского факела. Оказывается, и у них есть свой рейтинг самых-самых-самых. Ну, например, самый телегеничный Монреаль. Правда, претендовал на право принять Олимпиаду целых пять раз, но только в 1976-м стал, наконец, столицей скромных, как их окрестил мэр города Игр. Правда, скромность и простота компенсировались рядом технических новинок. В частности, главный из них стал способ транспортировки Олимпийского огня. Из Афин его доставили при помощи космического спутника. Добытый традиционным способом огонь, специальное устройство преобразовало в Афинах в электронный импульс. И вот в таком-то виде его и передали на другой континент, где этот самый импульс с помощью лазера снова зажег Олимпийский факел. Кстати говоря, он стал одним из самых телегеничных. Дизайнеры поместили огонь в черный квадрат на красной рукоятке, которую украшали традиционные олимпийские кольца, скомпанированные в виде стилизованной буквы М, обозначавшей Монреаль. Теперь самый быстрый, самый быстрый в изготовлении. Судьбой Олимпийского факела в Советском Союзе для игр 1980 года занимался Ленинградский машиностроительный завод имени Климова. На все про все специалистам выделили всего-то навсего месяц. И вот группа инженеров во главе с Борисом Тучиным в установленный срок, представьте, уложилась, установив тем самым своеобразный рекорд. Всего к Олимпиаде на заводе выпустили 6200 факелов с верхушкой и рукоятью золотого цвета. Внутри факелов помещали баллоны с ожиженным газом, а еще специальные шнуры, пропитанные оливковым маслом. И это придавало пламени особенный розовый оттенок. Теперь о самом редком факеле. Им оказался выставленный на аукцион ИБ и один из факелов летних Олимпийских игр 1984 года. Особая ценность лота заключалась в том, что в Лос-Анджелесской Олимпиаде было изготовлено всего 5000 факелов. Факел летних игр 1984 был изготовлен из сплава. Стали и латуни рукоять была обтянута натуральной кожей. Ну и кроме этого верхняя часть факела венчала гравировка, на которой и был изображен стадион Лос-Анджелеса. Ну а теперь самый азиатский. Вот такой факел разработали организаторы летней Олимпиады 1988 в Сеуле. На нем были изображены два дракона, символизирующие гармонию между Востоком и Западом, в то время как на факеле игр в Калгари был выгравирован олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Самый дизайнерский. Выбрать столицу летней Олимпиады 1992 предстояло в 1986 на 91-й сессии Международного Олимпийского комитета. В числе претендентов была Барселона, делегация которой использовала во время презентации «Ах, какой интересный ход!» На картине Европы горящие факелы отмечали столицы прошлых Олимпиад, а вот Иберийский полуостров буквально тонул во тьме. За думку испанцев оценили, Барселона получила право провести игры. Да и факел у них получился одним из самых оригинальных за всю историю Олимпиад. По форме напоминал длинный гвоздь, шляпка которого служила чашей для огня. Самые длинные летние Олимпиады 1996 в Атланте проходила в год 100-летнего юбилея современных Олимпийских игр. И поэтому разработчики дизайна Олимпийского факела решили отдать дань античной традиции. Факел изготовили в виде связки тростника. Число алюминиевых стеблей должно было символизировать 26 Олимпийских игр, прошедшие с 1896 года. Однако несколько трубок расплавилось, в итоге стеблей получилось 22. А еще были самые многословные, самые экологичные, самые перферированные, самые-самые-самые. Но главное, им оставался непременный атрибут Олимпийских игр, который можно видеть и сегодня, Олимпийский факел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok